Добрый день, дорогие подписчики! Рад приветствовать вас на своем подкасте. Я уже на этой неделе записывал подкаст, который он давал предварительный прогноз на мейн-ивент предстоящего турнира. И там, собственно, я излагал свои мысли по поводу того, что имеет смысл заиграть на главный бой вечера, на мейн-ивент неполный бой. Среди аргументов звучало то, что, во-первых, все-таки Леон Эдвардс боец достаточно высокого уровня, явно выше, чем уровень Белала Мухаммада, который ни разу не сталкивался с такими оппонентами, это раз. Во-вторых, не самая лучшая кардио, которая демонстрирует Белал Мухаммад в своих последних противостояниях трехраундовых, а это будет пятираундовый бой, соответственно, мейн-ивент. А последний раз он дрался в пятираундовом противостоянии, хрен знает когда, в Титан FC, там с кем-то от Зазитл, то ли с Кейтом Джонсоном, то ли со Стивом Карлом точно вспомнил, и засрочил в четвертом раунде. Это было там пять или шесть лет назад. Плюс к этому ко всему Белал Мухаммад дрался в последний раз не так давно с Диего Лимой, месяц назад ровно, и с учетом такого условно-короткого уведомления он не технически не смог бы подготовиться к Леону Эдвардсу хорошо, да, и плюс были мысли, что у него возникнут некоторые проблемы со сгонкой. При этом я хочу объяснить, да, что Белал Мухаммад далеко не самый крупный полусредний вес, то есть он не произойдет впечатления, да, какого-то крупного бойца в этой весовой категории. И зачастую, когда выходит на процедуру официального взвешивания, ну, как бы, как кажется, как будто бы вообще человек вес не гонял. В данном же случае по нему, если честно, было видно, что он как будто бы слегка, знаете, в сауне пересидел. И в этом случае, опять-таки, я думаю, что это будет дополнительным фактором, который наложится на его кардио, вот. И в данном случае я подтверждаю, что ставка на ТМ, она реально имеет место быть. Выглядит она очень даже неплохо. Вот, на данный момент, правда, в росписи на пиноклее почему-то этот вариант до сих пор не открыт. Висит ставка на именно ТМ 4,5, ставка на неполный бой отсутствует. Вот. Ну, и я в любом случае заберу, как только она появится, и при этом я хочу повторить примерно тот же самый эксперимент, вояжик, да, там и прочее, как это было в поединке Петра Яна с Ладжемейн Стеллингом. Объясню. Там я забирал победу Яна, забирал там победу Яна досрочно, победу Яна в раундах. Здесь же я заберу просто fight doesn't go to decision за коэффициент выше двушки, да, например, там по 3%, ну, в пропорции, чтобы вы понимали, да, по пинке, это будет основная ставка, вот. При этом я заберу еще Леона Эдвардса досрочно победу за коэффициент выше трешки под 1%, и это тоже будет, соответственно, по пинке. А уже не знаю, посмотрю, где коэффициенты выше, либо в пинке, либо в других каких-то наших быках, где у меня еще есть аккаунты. Я заберу, соответственно, победу Леона Эдвардса в третьем раунде, победу Леона Эдвардса в четвертом раунде, и победу Леона Эдвардса в пятом раунде именно отдельными ординарами, допустим, по полпроцента. Опять же, чтобы вы понимали пропорции. И там реально очень хорошие коэффициенты, там коэффициенты выше десятки и выше двадцатки. Где-то там, например, на победу Леона Эдвардса в пятом раунде можно, допустим, коэффициент около 30 откопать. Так что есть, есть, скажем так, куда разгуляться. И мне кажется, что именно вот в поздних раундах у Леона Эдвардса будет шанс вот для срочи убил Алла Мухаммада под сдохшего, под уставшего и так далее. То есть и в итоге получается, что, казалось бы, далеко не самый интересный турнир, далеко с не самым интересным мейн-ивентом, предлагает достаточно неплохие варианты по ставкам. И я надеюсь, что это принесет, соответственно, плюсовой результат. Вот. При этом, опять же, я еще раз напоминаю, записал уже подкаст с разбором всего карта для клиентов. Вот. Его уже, соответственно, отправил, разослал со всеми ставками. То есть помимо мейн-ивента, есть и другие варианты для приматч-ставок. Есть, соответственно, и какие-то примечания для лайва. Но, как говорится, это уже совсем другая история. В любом случае, жду всех на трансляции, в лайве. Вот. Те, кто следят за моим деятельством, знают, что мы активно обсуждаем турнир по ходу трансляции там в текстовом чате, в Телеграме, в голосовом чате. Там же вся сопутствующая информация, которая может понадобиться, публикуется. Там ссылки, нарезки, там и так далее, и так далее, и так далее. Результаты и прочее. Поэтому, кому по кайфу, залетайте. Кому нравятся ставки, забирайте. Вот. Надеюсь, всем нам в этой ночи повезет. Всем всего хорошего и до свидания.